Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это в Потеряевке я вел занятия, сейчас попросили, мы их озвучиваем по тематике. Транспорт и путешествия. Транспорт, какие виды его и когда появился такой какой вид. Наше отношение к нему, нужно это или не нужно. И как всегда нас интересует библейское мнение об этой теме и предмете. Что это, роскошь или средство, необходимое для жизни? Делаю очень краткий обзор, а вы сами потом расширяйте его. В раю транспорта не было, не было передвижения, там и моря не было. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Значит не было и в начале. В начале было только две специальности в раю, в бытие. И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Видите, как я эту тему освещаю. Люди, которые семинарию, академию кончали, они никогда этого не напишут. У него программа, он будет говорить где-то. Я говорю так, как мне на сердце лежит. Я никогда, нигде, ну не было, чтобы на мне фахали вот эти. Здесь много для нас непонятно. В чем заключалось возделывание сада? В чем хранение и от кого? Может от зверей? Или просто нужно было смотреть, поддерживать, чтобы плющ не переплел все плодовые деревья? Нам известно, что Адаму некуда было ехать. Много у него было. Господи. Но тещи не было. Это точно. Продуктовые магазины еще не работали. Все у него было под рукой. Мы едем, как правило, затем, чтобы что-то повидать. Передвижение у человека идет на уровне тела. Мыслями я могу быть в Москве, на суде своем, в зале. А вот проехать требуются деньги. Да и доедешь ли еще живой? Не опрокинуться ли вагоны об отвал? Где остановиться? Ибо эту несчастную храмину нужно всегда обиходить. И что люди придумывают, то это только для тела. Для души все уже дано. И не нужно усовершенствовать, чтобы легче помолиться. Легче разогреть себя музыкой и скаканием, как упражняются сектанты. Разум не требует ускорения. Он совершенен. И нужно его только развивать. Путешествие в мыслях самое легкое и безопасное. В сказке глупая дочь на вопрос, что есть самое быстрое, отвечает, что жеребец у тядьки. Но умный человек взор обращает к мысли. Мгновение идти на другой планете. Передвижение, перемещение своей плоти не является признаком особого благословения. Из жития. Это из жития Макария Александрийского, 19 января память его. К нему приступал демон и гнал по святым местам. Он разумел его намерение, что только приехали и опять надо в Новосибирск гнать телеса свои. Он же лег ноги на порог и обратился к дьяволу. Тебе хочется, чтобы я путешествовал, так вот и тащи сам, а я не пойду. Вот так, которые крестные ходы делают-то. Пилигрим это, хаджи совершают православные-то. Вот положите ноги на... Если надо, тебе-то дьявол гоняет по кругу-то. Это не нужны эти крестные ходы. Ничего в этом нету. Это новая придумка, показать видимость какой-то работы. Ничего нету. И сколько там совершается того, что не надо... И дальше... Непрерывно, как челноки, снуют туда-сюда. Можно было бы один раз съездить и сидеть спокойно. Сидели бы дома, многих аварий избежали бы. Там поезда взлетели в воздух, там автобус во враг свалился с пассажирами, там самолеты в воздухе столкнулись или сшибли ракетой лайнер. Кто-то поехал и там на взрыв натолкнулся. Есть уже и среди нас кто по особой милости Божьей остался живым. И это уже не из-за них случилось. Сидите спокойно. Я репрессированный политзаключенный. У меня льгота есть. Каждый год в любой конец проехать страны советов. А раньше я работал в мостопоезде. И бесплатный билет был раз в году в один конец проехать и вернуться назад. Ну, в один конец. И мы ехали туда. Родители во фронте. Оттуда переплываем Каспийское море. Грузия, Азербайджан захватываем. Потом едем на Украину, Молдавию. Проезжаем на Прибалтику. Это все мы в один конец едем. А оттуда тогда домой едем и встречаемся. И это нам давали такое. И вот сидеть спокойно. У меня с 92-го года документы. Я еще ни разу не ездил. А куда ехать? Вот ехать мне предлагали съездить в Израиль на поклонение святым мостам, местам этим. Вот. И я не поехал. Бесплатно при том. Ни один раз в Грецию. Мне не надо это совсем. У меня есть картинки. Я сейчас включу и посмотрю. Дальше. Исайя 30-я глава. Потому я сказал им силой сидеть спокойно. Все. В этом моя сила. Света Пятеримова выскочила из-за машины и ударила ее другая машина. Господь же сохранил ее. Чудо-то какое. Какие средства передвижения нам указывает Господь в Священном Писании? Лошадь. Но прежде всего руки матери и отца. Этим же закончится и жизнь. Родственники выносят его в гробу, последев в нашем жилище. Просмотрим все виды тягла. И потом примерим себе. Что нам вполне подходит? Средство передвижения было применено в первую очередь на войне. Все, что сегодня изобретается, всем этим воспользуется Антихрист. А верующим это вообще может и не потребоваться, когда их погонят. Нужно будет только молитвы не потерять и связь с Богом. Вот у меня вот этот телефон мне подарили, это не мой. Я его вот здесь в левом кармане. И почувствовал, пошел в баню. Почувствовал, у меня сердце болит. Я вот тогда переместил в другой карман. От него вред. Вот между двумя, говорит, закладываете яйцо, когда звонят, и яйцо спекается. По телефону, по мобильному можно разговаривать. Не больше двух минут. Двух минут. И не чаще, чем пять раз за сутки. То есть десять минут. И то последствия от этого на мозги отразится, говорит, только в третьем поколении может быть. Еще не исследованы, никто не знает, что такое. Но что во время грозы, когда разговаривали, убило уже несколько человек. Это явно показывает о чем. Я вот не звоню. Мне положили. Кто положил деньги на него? Вообще не звоню. Кому надо, позвонят. Говорю, две минуты. А дальше в скайп заходите. Дальше. И как-то с чего-то вдруг все это сорвется и пойдет. И пригоняли они к Иосифу скот свой. И даровал им Иосиф хлеб за лошадей. Давал. Давал им Иосиф хлеб за лошадей. Из-за стада мелкого скота. Из-за стада крупного скота. Из-за ослов. И снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Кольница встречается уже в древности. Первое царство. И собрались филистимляне на войну против Израиля. Тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы. И народа множество, как песок на берегу моря. Третье царство. И было у Соломона сорок тысяч стоил для коней колесничных. И двенадцать тысяч до конницы. Четвертое царство. Елисей заболел болезнью, о которой потом и умер. И пришел к нему Иоас царь израильский. Плакал над ним и говорил. Отец мой. Отец мой. Колесница Израиля и конница его. Вот так. Несется конница. Сверкает меч и блестят копья. Убитых множество. Их груды трупов нет конца трупам. Спотыкаются от трупа их. Быстрее барса в коне его. И прыщи вечерних волков скачут в разные стороны конницы его. И издалека приходят всадники его. Прилетают как орел, бросающий истинно добычу. Применительно к нашим понятиям о силе и стройности правления в видении показано, что и на небе тоже войска на конях. Откровение. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченный висон, белый, висон. Тут по-моему висон надо. Белый и чистый в Захаре. В третьей колеснице кони белые. В четвертой колеснице кони пегия. Сильные. Вороные кони там выходят к стране. Северные белые идут за ними. А пегии идут по стране полуденной. Война, соревнования и подромы. А по Библии всякие соревнования запрещены. Войны не являются благословением Божиим, а наказанием. Гнев Божий распространяется и на движущую силу. Сегодня это танки, подводные лодки, вертолеты, самолеты, спутники. И против всего этого Бог уполчается. Когда Богу это действие не угодно, Второе Царство. После всего Весолом завел у себя колесницы, лошадей, пятьдесят скороходов. А и пятьдесят скороходов. Иезекииль. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей из строевых коней и лошаков. Бытие. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Захария. Будет такое же поражение у коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, который будет в станах у них. Бактриан. Двугорбый верблюд. Дромедар или драмадер. Одногорбый верблюд. Быстро бегающий. Прошли столетия, пока изобрелись седло на этого верблюда, Второе Царство. И встретился Весолом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул бежал с ним под ветвь большого дуба, то Весолом запутался волосами своими. Ветвь в дубы повис между небом и землей. А мул, бывший под ним, убежал. Писая. И предоставит всех братьев ваших от всех народов в дар Господу. На конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах. На святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь. Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И написал он от имени царя Артаксеркса. И скрепил царским перстнем. И послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских. Побежденных стесняют, ограничают движущие силы, как было из Германии по Версальскому договору. Писает. Множество верблюдов покроют тебя. Драмадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Напрасно люди надеются на коня. Псалом 32. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великою силой своею. По-славянски конь ложь во спасение. То есть на коней надеемся. Старобрядцы говорят, что ложь это конь во спасение. На лжи можно ехать и лгать. Когда Бог отнимет свою руку, то никакие иномарки не помогут. Бог может и колеса отнять, и камни сверху бросать начнет. И волны моря навстречу пойдут исход. И отнял колеса у колесницы их. Так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. Писая Иисус Новин. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни Града, до самого Азека. И они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом на сражение. Когда кони побиты, тогда только надежда на своих двоих. Если ноги не переломаны, а иначе на костыле, на одном или на двух, это тоже средство передвижения. У меня знакомый начальник сюда приезжал. Он хотел помочь восстановить сигнализацию вокруг деревни, чтобы заяц не проскочил, в случае чего. В случае чего ракеты сразу взлетят. Сирена заводят. Он начальник лагерей был на севере и знает толк в этом. А я представить себе не могу. Страшно. Что если бы так сделать? Ну тут и косули. Лоси ходят. И зайцы тьмотьмущие. Лисы рядом, норы имеют. И что-то будет. Эти ракеты нас спалят. Спать некогда. Спалят, спалят. Спать некогда. Спалят. Спать некогда. Да если и узнаем, что кто-то зашел, то что? Автомат брать и на встречу смерти бежать? Нет, мы лучше помолимся и спать ляжем. А там уж Богу решать, вставать ли нам завтра или уже на страшном суде. Когда Бог даст сигнал через трубу от хангела. И будешь спокойен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать спокойно. Безопасно. Безопасно. Ну не выдумывай, считай правильно. Зачем ты это дуришь так? Первый корейфенов. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Некоторые турбины сегодня измеряются миллионами лошадиных сил, но наш Господь, хранитель наш, Псалом. Не на силу коня смотрит он, не как быстротен... Не к быстротену человеческих благоволит. Когда завоевывали Америку, то испанцы привезли с собой лошадей, тамошний народ, инки. Они никогда не видели коней, и они долгое время считали, что человек и конь это одно. Как Чукча, депутат, побыл в Москве и, наконец, дома всем открыл, а Маркс и Энгельс, это, однако, два человека. Он не знал, что это два человека. Когда они одного испанца убили, и он свалился с коня, то они его рассмотрели, что это, однако, два существа. Он такой же, как и они, только бледнолицый брат. Долго думали, что вверху у него пальцы, а внизу копыта. Это товарищ кентавр. Исследователи показывают, что если бы сейчас дали человеку возможность по заказу создать сильное животное, чтобы без обуви могло долго ходить, смелое было, на спине могло человека два нести, и везти могло бы колесницу и бежать без устали несколько часов, то ничего иного не придумали бы, а нарисовали коня. Конь, движущая сила истории. Не будь коня, не было бы конницы Александра Македонского, Наполеона, Буденова и так далее. Может быть, не было бы и революции, притчи. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Почему сейчас меряют все на лошадиную силу? Хотим того или нет, но все меряется на военную единицу. Битва за урожай. Обыкновенный комбайн ходит. Поле битвы с сердца людей. Получили боевое крещение. Бог приготовляет силу на день битвы, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпенье ноздрей его ужас. Роет ногой землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним. Сверкает кофе и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос. Гу-гу! И издалека чует битву. Громкие голоса вождей и крик. Я вею бобы и фасоль на решете и подъехал батюшка на своем карагезе. А я только взворохнул решетом. Он чуть повод от страху хозяина не оторвал. Вот такие у нас кони боевые. Подстать нам. От шума бобов в решете конь лишился рассудка и звания своего. А если машину наши кони увидят, что они делают? Есть у тебя конь. Ты в первую очередь должен его учить. Конь это умнейшее животное. А этого карагеза, когда кастрировали, то валили его железными трубами и чуть не задавили. И изнахратили хорошего и смелого некого коня. С конем по разуму может конкурировать разве только собака. У коня должна быть из бруя быть хорошая. Сравни с машиной, у которой гайки дорогой отваливаются. Как-то поехали на воронке встречать Зои с младенцем. А он чего-то испугался и попер. На ходу распрягся и поглобли только через сидельники. А я на одних вожжах его тяну. Вожжах. Вожжах. Это же гибель. Причь. Бич для коня, узда для осла и палка для глупых. Некоторые наши коня жалеют. Якобы и никогда не привернуть его к глобле. А он срывается и бегает по деревне. Для того и бич, чтобы держать его в повиновении. Скотина дана человеку, чтобы он ею руководил. А не она им правила. Глупый это тот, кто разуму не дает главного места. Настаивает всегда на своем. Никогда не слушает. Резать хвосты коням или нет. Ты смотри. Заедать клещи. В гриве их тьма тьмущая. Клещи. 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 Да, ну ладно. Подрезать заставили Павла. И у коня спокойная жизнь началась. Люби скотину. Притча. Праведный печется от жизни скота своего. Сердце жены честивых жестоко. Исайя. И египтяне люди, а не Бог. И кони их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь. И споткнется защитник. И упадет из защищаемый. И все вместе погибнут. Где есть упоминание к колене Дана, то сразу же насторожит дух. А не об Антихристе речь идет тут. А Дана слышен храп коней его. От громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Спать ложишься, это ты умираешь. А когда встаешь, то ты воскресаешь. Такая же проповедь от каждого храпа конского. Как только услышалось, так и думают, что близко пришествие Антихриста. Что-то сеешь, это подобие слышанного Слова Божия, Михей. И будет тот день, говорит Господь, и истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Конь является особым благословением для нас. Пахали, а значит и стеяли, а значит и питались от того, что через коней редко где на быках пахали. Коня нет, и защиты нет. Коня нет, нет и быстрого средства передвижения вакуум. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Бог руководит конями. И когда в Царстве Небесном мы видим коней, то значит Бог о них усматривает что-то немалое. Святые на конях. А это можно понимать истолковать по-разному. Но так было показано Иоанну Богослову. И в одни Елисея это было показано, когда враг окружил их земными конями. Четвертое царство. Огненным кругом Елисея. Кругом. Кругом Елисея. А, кругом Елисея. Даже кругом не появляется. Когда кони не слушаются, убегают, рвутся, то это неблагословенность. Некоторые из наших вообще идут на поводу скотины. На поводу. На поводу. У них и собака может убегать много раз. И бесполезно лаять. И конь по деревне бегать. И они беспомощно глядят только и зелятся. Городские жители, живущие в нашей деревне, ничего толку не умеют делать. Хомут взят в пятки надевает на коня. На позор лошадям своим умным. Он же одно место широкое. А он узким местом вот так повернул и все. Если бодливый бык у князя изобладает беднейшую старушонку, которой жить там может день осталось, то князь заплатит жизнь за это. Так надо полагать и за коня, который двигается постоянно и бегает по деревне. Исход. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен осем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяину его предать смерти. Бык-производитель, он вас поразует на доярок в загоне. Я видел это. О-о-о, вот так вот и скребется. Срочно нужно спасать быка. Бык хороший, что-то делать с ним, или изолировать, или кольцо в нос ему. Слышишь, хозяин, скажешь, что он же бык неразумный. Так, но ты же не бык и должен знать это. Если кому коня лягучего даешь, обязан был предупредить, что он у тебя кусается и лягается. Вот быком в нос кольцо не поставили, доску, я говорю, повесить не повесили, рога не подпилили. Он напал на Игоря, когда воткнул ему рогами все, полуживой остался, а быка пришлось после этого ликвидировать. Ее обширстые породы, породистые, дорого достался. Ну, не слушается. Читал, как покупали для Буденного в Канаде лошадей. Привозили их сюда тысячи. Многих отправляли на колбасу. И одному командиру была одна кобылка понравилась. Но она была кусучая и лягучая. Решил ее все-таки приручить. Ну, настолько же она, голубышка, хороша, как Дадона у Лескова. Но ни один конник ее взять не может. Пошел к старикам узнать, есть ли способ ее приучить. Есть, здесь старая слобода, где цыгане. Поговори с ними. Их начали с барака выселять. Цыгане согласились, но только чтобы после приручения коней эти бараки оставили над за ними. Пошел к командованию и добился. Как же сделать, чтобы конник кусался? Цыгана говорит. Прощай парень на репы. Завтра я ее отучу в один день. Приходит, приносит два ведра пареной репы. Пареной репы. Наварил этой репы и плеч этому командиру красному обложил этой пропитанной кипятком репой. Сверху марлей, чтобы она легко срывалась. Только он стал выводить кобылу свою. Она его всем ртом и хапнула за плечом. А сделано так, что эта репа во рту прилипает. Конь орет, выбросить не может. Этот огонь изо рта. И теперь, конечно, конь представляет себе, что людей нет. А есть ходячие мешки с горящей репой. А она лягается задними ногами. Ее иначе учат. Чугунный шар с иглами длинными со всех сторон. И на длинный шест. И сзади его идет цыган. И как только коняшка взбрыкнулась, то этот шар в иглах, который цыган, сзади, издали, на шесте, над ее задом нес. И пропорол ей задок. Она вся в крови и уже боится сама свои ножки поднимать. Три-четыре занятия, и она как шелковая женушка ходит под рукой твоей. А нашему Николаю следует, только скажи, что коня надо бичом погонять. Что ты, жалеть надо. Как будто до вас коней никто не держал. Я занимался в угловном розыске с собаками. Чтобы песик не подбирал чужую пищу, чтобы его нельзя было отравить. На мясо крепят провода. А у тебя с собой специальный аппарат с высоким напряжением. И она только мясо в рот, а ей по языку и по мозгам Чернобыль. Чернобыль. Вот так нажимает кнопку, и она бьет, она визжит и не может оторвать мясо. А Чернобыль при чем тут? Ну при чем? Что в Чернобыле-то было? Взрыв какой? А-а-а. Ну что тут такое уже? Ну я-то знаешь взрыв-то, я же там орудом оттуда. Ну да, ну да. На занятиях был один старик с кобелем здоровенным. И видно, что хозяин пенсию свою пропивал и плохо вовсе уж кормил своего кобеля. Но как только увидит мясо сырое, то хотя бы его и бьет ток. Но он визжит и головой машет, но оторвет и вместе с проводками проглотит. Перестройка тут уж не до нежностей. Потом ему начальник капитан посоветовал. Ты сначала накорми своего людоеда, а потом уж приводи на занятия. Капитан Никитенко был, это я занимался. А я вот у меня собака, она любила почему-то жареную рыбу и сметану. Я из дома ухожу и везде положу рыбу, но ей не скажу есть. Приду, ничего не тронет. Высшего класса была, первое место занимала. Ложился спать, дверь специально не открывали, маленькая приоткрытая была и все. В форточку кто-то лезет, и как задерживать надо было. Я тренировался. Какая труба дорогой попадается, и она вот эту трубу обязана с той стороны вылезти. Я сколько штанов изорвал, ползал с ней. Дальше. Кобель плохо вовсе учился, а тут он был отличником. Все мясо пообрвет, идет на площадку, как в столовую. Как щука за Игоря Барабаша нашего старости деревни нос, уже если вцепилась, то не отпустит свой завтрак. У нас Игорь Барабаш, староста. И у него всякого деда щукаря. Он камыш косил там на втором мостике, обратно едет и смотрит на первом мостике щука. И он ее руками поймал, а там небольшая лагунка такая, ей выхода уже не было. И он решил посмотреть, но она же скользкая-то. Смотрел, и она рот-то раскрыла, какие зубы-то. И она сунулась на него в руках-то. И захватила за нос, оторвать не может. Мороз. И он и не мог оторвать. А так щукой что ли и шел. Добой пришел, а там, говорит, сопли, все это течет и все в крови. Щуку посмотрел где, оторвал. Еще у него было, пошел с быком, бык его забодал, он даже с собой палки не было. И пошел, кажется, он видит, ворона летает. Подошел, дохлая лиса, я не знаю, смотрела ли еще, нет. От солдняка уколы надо давать бешеная. Он любопытный такой. Вы лиса укусила? Не укусила, она дохлая лежала. Ну, решил то ли, я тут не знаю точно, как было. Дальше. Конница, это в совокупности вооруженная масса коней. Окончилась эта война. Уже на арене атомная бомба, авиация, аппарат принимает Жуков на белом коне на Красной площади. На черном коне Тимошенко. Это как-то, видимо, считается сродственным с теми победами, какие были до сего дня. По-моему, это бы что-то был, этот Рокоссовский. Дальше. Так Кутузов изображен, Богдан Хмельницкий, Петр I на конях. Мы в этом же ряду, такие же. Вот что может это значить. Третье царство. И все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конниц, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле своего владения. Кони и Илью Пророка вознесли на небо. А в другой день, на другой день, представив конным идти с ним, возвратились в крепость. По имени и содержание скота называли и места Еремея. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока кедрона, до угла конских ворот, к востоку, будет святынью Господа, не разрушится и не распадется вовеки. У нас тут можно было назвать Павлов Телячий переулок или Митин Поросячий поворот. Мирная жизнь, когда кони на пастбище. Потому что в войну коровы, овцы тоже пасутся на пастбище, а коней нет, их всех подбирают. Придумали, чтобы не брали коня Хромова, им на сгибе в колени, сзади в гвоздь забивали. Если находили такое повреждение, то могли и хозяина расстрелять. Кто видел, как коней обучают, объезжают? Я видел это, ой-ой-ой, как его ловят, запрягают, и пахотное поле, телега, чтобы туда колеса, ну и трудное вести-то. И на нем там гоняют, он в мыле, в пене, ну и все равно приучит. У Иоанна Златоуста подробно об этом говорится. Жалость человеческую тут применять нельзя. Коню не дают несколько дней, ни пить, ни есть, морду подвязывают высоко, чтобы не мог опустить. Нужно смирить его плоть, а потом начинают привязывать к телеге. И он рядом пока бежит, приглядывается, бежит где-либо по пашне, чтобы было труднее. И, наконец, на взмыленного, падающего от усталости садится человек. Сначала приучают их к седелке, к седлу. Потом и человек на него садится. Это у нас так ломает. Но когда готовят на ипподром, то жеребящего возраста сначала на него потничок. Потом тяжесть маленькую привязывают, и кругами он бегает на приборе специальном. Смирить ты легко можешь, но другом ты у него уже не будешь. Другом делается по любви, и нужно постоянно быть с ним. А насилием палкой можно сделать хорошим работником. Но надо применять и то, и другое. Метод кмудай пряника. При воспитании самый добрый результат приносит. Я вот вижу, как у нас тут один кинолог, он собаку пинает, ударит, кричит все время. Только у меня она не знала. Я ей шепотом скажу, щелкнул пальцем, она все делает. Я не знаю, что такое собаку можно было бить. Даже не понимая этого. Она прямо глядит, она не знает. Любой жест мой ловит, она глаз не сводит. Вот моя койка здесь, а жены на той стороне. Но она ее кормит, я ее разрешаю кормить. Но вот я ложусь спать. Она сразу ко мне подходит, у нее потечок. Я говорю, охраняй, и лег спать. Жену она ко мне уже не подпустит. Она меня охраняет. Вот идем дорогой где-нибудь с вокзала. А у меня даже ошейника нету. Рядом она как привязанная, туда и сюда. Я говорю, ищи, она на меня смотрит. А что ищи, я должен сказать. Она ждет, я говорю, бутылки. И она в снег везде бутылку за бутылкой несет. Я полную сетку набью бутылок-то. Пьяный-то бросает-то. Ей куплю мясо. Если на полигоне, где стрельба идет, приучающих взрывах не боялась, ищи патроны. Она ищет, в бутылке валяется, ни на одну не посмотрит. Только один патронщики заберет. Буквально на языке не раздавит ничего. Вот какая выучка бывает. А я тебя не могу приучить к некоторым делам. Павел, поднимите, пожалуйста. Давай. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Кто хочет проверить это, тот пусть отец на несколько месяцев уедет. И потом посмотри, как мамка с ним поправляется, если не будет его драть. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который с под всяким седоком ржет. Один решил еще там на доме посмеяться, а я его это просчитал. Он сказал на память. Это как сказали? И больше никогда не стал смеяться. Такая сила божественная заложена здесь. Каждый раз, когда ты все эти места Библии знаешь, посмотришь на коня и подумаешь, не я ли этот конь? Помощи никакой нет, а одна насмешка. Павел наш рассказывал о своей беде. Когда я пасту, заметил, что ничего нет похотливее козлов. Как они скачут на козы на овец. Его сбрасываем, бьем по рогам и по бокам, а он нас как бы не видит. Думал, что нет ничего похотливее козлов. Ну вот, Павел поехал на разъезд на своей старенькой зире. Ковлежка, это на ходу спит. Но она как раз гулялась. Ее там зажучил жеребец, и она не может от него отбиться. И он оглобли ломает, лишь бы на нее взобраться. Она дала такого стрякача домой, и весь хомут изодрала у брата. Сейчас ремонтирует. Похоть жеребцу устраняет. Она спит у него все время. А он ее так там раззадорил, этот жеребец-то. И она как молодая невеста оттуда прилетела домой. Элими, это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь. И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Это о народе в наше время, как у Левского. Барин уже в глубокой старости любил ездить. Смотреть, как жеребцы кроют кобылись. Сам-то уже негоден стал, а умом еще на кобылах ездит. В крестили жеребца со слицей получился лошак. Ярослав с кобылой получился мул. Но эти сами по себе уже потомство не дают. 13-го до 6-го апреля 1960-го года Синод РПЦЗ одобрил чин освещения транспортных средств, таких как автомобиль, самолет и другое. Почему же в этот день? Посмотрел житие святых на этот день. Священномученик Артемон, пресвитер Ладикийский, не мог ловить диких оленей молитвой. Он мог ловить. А, он мог ловить диких оленей молитвой. А ты как прочитал? Не мог ловить диких оленей молитвой. Не мог. Не подставляйте тебя, как кто-то под языком сидит. Страшное дело. Давай. Они шли за ним как привязанные. Транспорт, скорость, всегда повышенная опасность. Льва Толстого описывается даже, как выглядит демон туризма. Может быть он видел его, а может быть это художественный вымысел. Туризм приносит очень большие прибыли государству. В Испании самое незначительное министерство по туризму доверили активному и умному дядьке. И он наполнил государственную казну и поднял экономику страны. Сумел так заинтересовать богатых людей со всего мира, что они поехали туда. Мне советовали сделать потеряевку, чтобы люди могли приезжать и показывать им достопримечательности. Думая... Я прочитаю, чтобы слышал было, но заглатываешь концовку. До стопримечательности. Думаю, что даже если бы этого испанца сюда прислать, то он бы до обеда у нас не пожил. Уехал бы, так было бы ему неинтересно. Я так предполагаю. Что тут особенного? Может быть показывать наших, как они на костылях сидят в храме слева и справа центра. Может быть показывать им наши дома, из чего они сляпаны. Как люди умеют жить в навозе и не помирают уже 10 лет под шиферными крышами. Я говорю, что на меня там поднялись, некоторые это. И он поднялся, начал что-то говорить, на коне летел и через голову упал и ногу сломал. Нога в гипсе, и он вот так вот сидит. Женщина одна начала говорить, вторая нога у нее. И вот они трое. Я стою, молюсь, а они на двух скамейках, ноги вот так вытянули по одной ноге. Которые трое. Трое были, представляете, потеряю, там 10 человек-то и трое ногами за гипсовную сидят. А я посередке стою, столбом негнущимся и молюсь. Я говорю, еще будете лезть и вторые ноги отломите. За меня Господь заступается. Дальше. Мы бы ничего не говорили, а люди бы думали. Думали, что мы по многу часов в день проповедовали в окрестных селах. И вот теперь на лечении наши дорогие благовестники с костыляками тут расселись. Благодать вкушают. Может быть, мы из одного Игоря Барабаша разбогатели. Его бы показывали и пояснили, что вот человек, которого щука за нос укусила. А бык бодал. Железом его по глазам било. И другие опасности он претерпел. А все еще не разумится. Как образец какой-либо неряшливости. Брата моего Павла можно показывать. Он деньги на металл тратит. Все сараи уже забиты этими косилками. Все равно можно было бы показать, какой у нас транспорт. И как он движется и дорога не разваливается. Были святые, которые путешествовали. 13 февраля. Мартиниан. За два года посетил 164 города. Когда сбежал с острова от Зои. Вот так. Но мы посетили. За сколько он? За два года. Мы за три посетили. Более 600. Но мы больше ездили. У нас газель купленная. С благовестием. А мы ни за чем. А его на острове там после кораблекрушения забросило. И один рыбак его знал. И приносил ему. А он там молился за него. А потом еще одно кораблекрушение. И от него спаслась одна Зоя. Ее прибило к этому. И он оказался теперь с Зоей на острове. А островок-то маленький-то. И он тогда бросился в воду и поплыл. Его дельфин помог до берега довезти-то. Который рыбак-то кормит. Подъезжает кричит ему. Мартиниан. А Зоя выглядывает. Бог говорит. Что в вино. Это вода в вино превращается. Слышно. Но чтобы мужик бабу не слыхал такого. Он не понял. Что тут события такие произошли. 12 января. Савва Сербский много путешествовал. Золотом по святым местам. Отец его царь и поднимал монастыри. Ты это едешь. Вторых штанов нет. А тебя кому помощь? Приехал потерявку. Сиди и работай спокойно. Землю душу засевай. И плоды выращивай. Иннокентий митрополит московский. Просветитель с севера. Когда его везли собачьи упряжки. Он говорит что лежал как в гробу. В лодочке этой. За 25 суток по мертвой пустыне тундре. Проехал 5000 верст. Очень невероятно. Есть очень экзотические виды передвижения. Такие как у мученика Герасима. У него был лев у которого он вытащил занозу. Приучил его и на нем возил воду. Монах Флорентий имел ручного медведя. Монахи по зависти убили его. Убили монахи. Убили медведя. Он помолился и проклял их завистников. Будьте вы прокляты старые голомешки. И все четыре монаха умерли. Вот еще чудо-то какое. Вот это как. Тебе убили медведя. Он помолился там. У нас конь Мерин изумруд пасся метров за 200 от дома и прибежал. А в спине штырь воткнутый. Кто-то же это сделал. На котором веревка была прибитая. Убили коня такого. Где они эти герои? Может где-то в вертолетах сгорели? Или в Чечне закончили свой путь? И ну и думай, что веревка так натянулась и штырь сам так вонзился. Я отрезал веревку и ходил в криминалистический отдел УВД Края. Там категорически этот вариант отвергли. Только умышленное убийство. Чтобы с такой силой и сверху воткнуть, это надо выстрелить и с пушки таким штырем. Деревян, железный штырь вот такой вот. Оно и кольцо. Тут веревка прибивается, а этот забивали. И вдруг прибегает он и храпит рядом. Прям был совсем бачкой. Да чего изумруд? Смотрит, а он проткнутый и железный штырь стоит. Вот какие нам гостиницы были от людей. Передвигается на слонах, в ките, в животе его, как пророк Иона. На крокодиле, как Феодора. Или даже на ней, на бесе, как Иоанн Лавгородский в Иерусалим. Сел на этого черта, слетал и вернулся. Иногда ангелы переносили, как пророка Аввакума и Филиппа Дьякона, или на облаках, как было с апостолами, на погребение Божьей Матери у других святых. И сколько средств-то. Даже внутри кита передвигается. Когда братья Черепановы в России стали строить железную дорогу, то они сначала сделали и колеса, и рельсы зубчатыми. С зубчатыми, представь себя. Но машина не пошла, слишком велика сила трения была. Тогда сделали колеса гладкими, и люди, стоявшие рядом, говорили, ничего путного из этой затеи не выйдет. Так это и пошло по говорку. Тогдашние медики и психологи не советовали скорость поезда развивать больше 5 км в час, иначе в человеке будет накапливаться статическое электричество, и человек умрет. Это ученые доказывали. Но правда, говорят, они на платформах было, соломы много было. Когда он дергал, чтобы падали на соломку. Да? Да, на платформах настилали соломы, чтобы когда паровоз дернет, мягко было падать. Летели искры, и чтобы не загоралось, стелили воду на солому. Есть водный транспорт, воздушный, иноземный. Когда о чем-то читаем в Библии, это не значит, что в то время это возникло. Авраам возложил дрова на осла. Это не значит, что до того на ослах не возили дрова. Водный вид передвижения самый дешевый. Когда я в школе учился, то не мог этого никак понять. Это же корабль строить надо. Оказывается, что самое трудное и дорогое, дорогу содержать в порядке. А тут ничего не нужно. Сбей посудину, хоть в ванну садись, поднимай тряпку над головой, и уже ты плывешь. Уже вперед тянет. Это мы так и делаем. На лыжинах и на самых маленьких посудинах плывут. 3000 тонн состава поезда. Это уже хорошо. А корабли есть, которые перевозят по 300 тысяч тонн нефти. Яков. Вот и корабли, как невелики они. И как не с сильными ветрами носятся. Небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри. Небольшой огонь. Как много вещества зажигает. Корабль нужно чувствовать. Мне приходилось стоять за штурвалом у самых тесных проходов. Когда корабль входил в канал и по каналу. Главное, не мое дежурство, ничего. Я учился в этом высшем мореходном училище. Но это тут нельзя. Это дано или не дано. И вот никого больше капитан не ставил. Всегда я. Меня сразу срочно за мной. Так, подходим. Становитесь. Если я его поворачиваю, так он еще сколько будет идти в том направлении. Надо чувствовать просто миллиметр его движения. И когда мы заблудились, ночью была большая там как ураган на море. Не моя вахта была, а меня срочно вызвали и поставили на этот. Там два прибора. Компас, компас называется, и аксиометр. Надо, чтобы стрелки совпадали. А они выше. Вот это наклоняется от стрелка, от колебания корабля. Надо совместить с этим, с компасом. Дальше. Это тебе не машина. Повернул руль, и машина уже повернула. Там тормозной путь больше километра. Он еще не начал поворачивать, а ты уже должен знать, что он теперь начнет заваливать в другую сторону. И заранее переложить штурвал на другую сторону. Корабли будут до конца жизни на земле. Эйзекииль. Богатство твое, товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчаи твои, заделавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлей твою, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. Из кораблей твоих сойдут все грибцы, корабельщики, все кормчаи моря и станут на землю. Откровение. То есть это уже перед кончиной мира, во времена Антихриста. И в один час погибло такое богатство. Москва будет сожженная. И все кормчаи, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. Третье царство. И послал хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море с подданными соломоновыми. Премудрость. Но промысел твой отец управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах. Сирахов. Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его, как корабль в бурю. Еще не так он сразу. Да ладно, тут никто не видит. Да ладно, поехали. Вроде бы верующий, но только для виду. Третье ездры. Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте, и как пристань и корабль, спасенный от бури. Ох, вот такой похвалы бы удостоиться, чтобы о тебе так сказали. Лодки бывают железные, деревянные, резиновые. Слово «лодка» встречается в Библии 50 раз, из них 48 раз в Новом Завете от Патфея. А оттуда, где далее, увидел он других братьев, двух, Иака Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке Завидеем отцом их, подчинивающих сети свои. Подчинивающих, интересно. Подчинивающих? Подчинивающих сети свои. И призвал их деяния. Прям похоронил, подчинивающих уже. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Трай Маковейский. Иоапийцы же совершили такое безбожное дело. Они пригласили живущих с ними иудеев, с их женами и детьми, зайти на приготовленные ими лодки, как бы не имея против них никакого зла. Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир, и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города Иоапийцы, отплыв, потопили не менее двухсот человек. Когда Иуда узнал о такой жестокости, совершенный над одноплеменниками, объявил о том бывшим с ним, и, призвав праведного судью Бога, пошел против скверных убийц, братьев его, зажег ночью пристань и сжег лодки, а сбежавшихся туда умертвил. Хороший пример оставил нам казначей Эпиопской царицы, ибо он не тратил зря времени при путешествии, а читал Библию. Он встал и пошел, и вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможек Кандакии, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал порога Исаию. 7 августа мученик Ор говорил, странствующий инок лжив. Вот и все, запомните это. Это особая болезнь шататься по монастырям. Кто получил эту бациллу, он уже не желез. Это просто профессиональный сплетник и паразит, и в конце становится бесноватым, всезнающим, отменным тунеядцем. В прошлый раз на занятиях говорили о конфликтах, повторим, никогда первые, хотя бы полчаса не отвечать обидчику ничего, просто опусти глаза и прочти Иисусу молитву не раз. Нам очень обидно, когда мы искренне хотели добро кому-то сделать, а нас не восприяли. Да еще и в накладку нам пошло. Что ж, так и должно. Аллилуйя. Схожу-ка лучше в поле или в лес поразмышлять, а еще лучше на кладбище, там сильнейшее средство, когда себе местечко подсмотришь. Дьявол особенно любит, когда нас жалеет в наших охах. Меня никто не любит. Мои заслуги мне учли, а я столько сделал тогда-то. Меня отвергли. Успокойся. Доверься Господу и иди спать. Мне нравится слово Белинского к Гоголю, когда он говорит, кто не нашел Христа среди тех больных, обездоленных, где он живет, тому незачем идти пешком в Иерусалим. Он его и там не найдет. Хорошо. Хорошо. Напоминаю вам Евангелие, люди, которые принесся вам и дал. Припомните, как в празднике и в будни вам рукопись священную читал. Вы не забыли? Вместе ели, пили, вникая в смысл ветхозаветных строк. Первопроходец, с нами сотник был Корнилий, подтянутый по армейски строк. Как не запомнить вздохи облегчения, когда сходились строки и пророки, слова исполнено смысл и излучение, и истирали в нас высокие пороги. В нас пороги. Считай дальше. Напомню, кстати, ироды, пилаты, громили нас, искали наши свитки Сокровища бесценные, бесплатно, я сохранил для вас, взамен не взял и нитки Как позабыть пришедшие внезапно, уверование для пришедших вновь Сдалась тогда гордыня, рухнула осада, и водрузила знамя победная любовь Держите, сохраните, не предайте, и подтвердите ваше первородство Евангелие, это не предание, не богослужение, певческий отросток Что может нам сейчас сказать епископ, таких как Павел, и писем не напишет К апостолам он не стоял и близко, Евангелие стало вовсе лишним Нас обманули, мы не пчелы в улья, что собирают в мед библейских истин Нас в благовестие, как знаем, не обули, и не одели, а на череслах листик А на череслах листик? Да Череслах, на последнее француз, француз Бог и Его спросит всех сурово за скрытый и закопанный талант В который раз, напоминаю снова, снимите, сбросьте лазаревский плат Какой лазаревский, знаешь? Лазаревский плат Понятно, понятно, конечно Это мое стихотворение, которое написал 18 июля 2004 года Все на этом Мучили, мучили, кое-как досчитались Часы-то такие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!